Ценные такие, как бы, точки расставляются. Мы возвращаемся. Мы вернулись. Они вернулись снова, я думаю. Второй заход был в Парную. Он навеял дополнительные мысли к нашему проекту сегодняшней теме. Учитель, тренер, педагог. Взаимосвязь с боевыми искусствами, с жизнью, с обществом. И вот сейчас Влад сказал интересное слово, нашел просветитель. Но если мы его так разделим, то есть тот, кто... Безвозмездно, да? А эти миологии тоже, Ром, все говорили, что эти миологии слова выбирают. То есть тот, кто... Это просвет. Просвет. То есть он какой-то делает... Просвет что такое? Зазор между чем-то? Зазор. Это просто дает свет. Зазор между чем-то, а оттуда появляется свет. То есть получается человек, который... Вот ты уперся в каком-то области знаний. Важно, хорошо. Он тебе и эту область знаний как бы режет на две части, и оттуда новый свет появляется. Вот я так вот сейчас представил просто. То есть просветитель. Он как бы профессионал... Это не осветитель декораций, хотя осветитель декораций по-новому показывает, как можно по-новому увидеть то, что ты уже видел. А оно вообще, да, по-другому будет смотреть свет. А вы знаете, что согласно ведическим... И посветитель вот это так и делает, наверное. Ведических знаний каждый момент в течение 108 лет, каждый момент, в зависимости от того, что планеты, огромным образом влияющие на нашу жизнь, находятся друг по отношению к другому. А мы себе тоже говорили. Да. И только лишь через 108 лет начинает все повторяться. И поэтому сегодня, смотря на это поле из-за дуванчиков, мы чувствуем там определенные эмоции. Завтра мы смотрим на это поле из-за дуванчиков. У нас другие эмоции, другие ощущения. Понимаешь? Так, и возвращаясь, значит, мы там хотели эту тему поднять по поводу нашего всего. Давайте мы... Значит, что наставниками могут быть и родители, и те люди, ну, в таком варианте, как нормальном, я не говорю о тех, которые сделали, пык-пык, и появился, и все. То есть, бескрайний разум, да? 300. Мы за традицию. Можно ли рассматривать в виде наставников, учителей, просветителей и педагогов тех, кто управляет государством? Это очень интересная тема. Ты знаешь... Это монархия. Нет, нет. Я к тому, что, опять же, смотря на глубокую традицию, которая существовала всегда, но утеряна, и я немножко отвлекаясь, хотел бы напомнить, что западное летоисчисление в России пришло именно в 1700 году, а до этого у нас шел, я боюсь ошибиться, 7258 год. Я боюсь ошибиться, но то, что 7000 – это точно. Ну, западно, это и сегодня идет летоисчисление от Рождества Христова, да? Да. От рождения Иисуса Христа, который вот так и вернулся. Да. То есть, как бы, от этого события. Да. Оно действительно имеет планетарное значение, но на Руси было другое событие, да, когда цивилизация людей, жившая на Руси, преодолела... Ну, наверное, не только на этой территории Руси, наверное, в других странах тоже были свои какие-то, да. Планетарное значение, но было, значит, огромное событие, связанное с победой над другой цивилизацией, желающей поработить другую нашу цивилизацию, да? И вот после победы, да, которая ознаменована Георгием Победоносцем, который натыкает змея на свое копье, вот это событие сотворения мира в Злезном Храме. Вот, может быть, я, опять же, ошибаюсь там сильно, не сильно в терминологии, но вот от этого события шла история. И была определенная традиция, да, традиция воспитания, рождения, зачатия, да, бракосочетания, жизни. Да, была традиция огромная. И традиция, вот ты вот хочешь своим детям все лучшее передать, вот в традиции передается все лучшее, настоящая традиция, да? И поэтому, если опираться на настоящую традицию, которая идет от предков, да, от предки, если дальше-дальше идти, то они все идут от Бога, то именно опираясь на эту традицию, мы получаем, как бы, самый лучший способ того или иного действия, самый лучший, выверенный жизнью твоих предков. А в чем трагедия нашего поколения, да, и вообще современного общества? Утеряна традиция. Не утеряна. Каждая эпоха начинает создавать свои некие традиции, затемняя традиции прошлого, понимаешь? И вот вопрос тоже, мы сейчас, как бы, сказали, да, я такую тему, как, может ли быть учитель, просветитель, наставник и так далее в ранге, как бы, государственного правительства, да? Должен быть. Должен ли он быть? Он должен быть. И тогда, получается, мы возвращаемся к тому, что ты сказал. Учитель, он должен рассказывать практически и знать наставник, или тот, кто ведет всю эпоху практически, то есть он должен практически исходить из истока. То есть, как бы, мы говорим, вот река Волга, да? Мы можем узнать, что это река Волга. А можем изучить еще, что она ведет свое начание от слияния двух рек, там, реки Итилии, наши года, да, в Тверской там области, а эти, в свою очередь, ведут свое, да, начало от тех, и таким образом прослеживается все-все-все. А потом Волга, куда она дальше течет, куда она попадает и так далее. Конечно же, для вопроса, зачем это нужно, да? Если мы хотим, ну, не знаю, как это сказать. Мы можем, вот, то, что ты тоже такую тему, как дедуктивный, и индуктивный, индуктивный узко. Индуктивный, а сейчас мы берем случай и говорим, вот нас хорошо принимает Владислав Александрович, так значит, все домохозяева, у кого есть бани, так хорошо принимают. Да. Это нормально. И мы, как бы, а приходим к другому, он тоже, его зовут Владислав Александрович, а он нас даже на порог не пускает. Значит, а если мы мыслим широко дедуктивно, то мы начинаем, как бы, различные выстраивать цепочки взаимосвязанных. Да? Да. Значит, тогда получается, что наставник, если мы берем, да, учитель, он должен соединять все звенья и передавать эти звенья, если он хочет именно, мы сейчас, знаете, к какой теме придем, именно к тому, чтобы его ученик стал, стремился становиться изо дня в день лучше. А у Романа это чей? Ну, лучше. Да в чай налей. Так, возвращаясь опять к твоей чуть-чуть ответвлении, то, что мы вот эту теряем, да, то есть мы забыли это, забываем это, в конце концов забываем это, многие забывают и родителей своих, многие забывают и учителей, и в обратном порядке. Родители забывают детей, учителя забывают учеников. Ты государю возродишь? Да, и вот я возвращаюсь к тому, что люди, управляющие государством, вот даже видишь, что я тупаю. Сейчас придет, сейчас придет. Люди, управляющие государством, они могут называться учителями-наставниками и должны ли они соединять вот эти звенья и не разрывать эту связь вообще? Или же все-таки это именно совершенно не нужно, потому что они другие цели преследуют? Или какую цель преследуют? Это такое выражение, как должно быть. Как должно быть. То есть государем, руководителем, должен быть тот человек, который, во-первых, готов брать на себя ответственность, то есть руководитель, чем выше должность руководителя, тем больше ответственности. и это служение. А ответственность, скажи, извини, ответственность, это что значит ответственность? Ответственность? Он должен осознавать, что от его решения, какая цена? Хорошо, вот он должен осознавать, от его решения, а если может так, что он где-то ошибся, тогда какая у него... Ошибаться могут все. Тогда какая у него ответственность? Что он тогда должен? Если это преступные действия, безответственные, то тогда должно быть наказание. Если это ошибка в пределах полномочий, взятых на себя, тогда это ошибка. Это опыт. Но я хотел бы сказать, что, во-первых, чем выше должность, тем выше ответственность. Второй момент руководителям – это служение тем людям, которыми ты руководишь. По сути, люди – это ученики. По сути дела, это ученики. Это, безусловно, просветительский момент. И этот человек должен быть руководителем страны. Если у него таких нет внутренних позывов, внутренних качеств, он не должен быть руководителем. Вопрос – когда мы это можем узнать? Каждому дается время. Время показывает все. Время прошло, 4 года, посмотрели. Мы хотим, чтобы нами руководить. Нет, раньше было 4. А потом захотели 5. Сейчас уже 6. Мы говорим, ну, хорошо, еще, пожалуйста. Мы не разобрались, в чем здесь ситуация. Я, допустим, учитель постоянно. Но мы, видишь, опять, мы сейчас рассматриваем учителя и наставника в образе государственного управления. А можно рассматривать в области преподавания, да? И степень тоже ответственности. Если ученики не хотят и видят, что преподаватель, учитель, сенсей и так далее косячат, они просто уходят к другому. То есть, если брать государство, сообщество вокруг учителя, то они уходят в другое сообщество. Согласен? Они уходят в другое сообщество. Они голосуют ногами. Куда ты денешься? Они голосуют ногами. И они уходят в другое сообщество. Называется эмиграция. Или переход к другому учителю. Да. Все. А учитель же может... Знаешь, есть такая... Я знаю, что вот в Канадзе, город, он некий такой свод правил, как бы, и вообще в старых школах боевых искусств, там где-то в Японии, когда-то старых, ну, там, не знаю, 200-300 лет, надо было такое, что там, какое-то некое... Обязательство давали ученики, учителю, и где там, они должны были говорить, что мы только вот это, вот это... Только здесь, и на другой не смотрим, и не можем, и так далее. Ну, это такое устройство. Такое устройство было, да? Что ты на фирму пришел, и там должен вообще... И на фирмах тоже многие такие дают некую такую подписку, что они вот так. То есть, опять-таки, это если мы рассматриваем эти вопросы в условиях не государственного управления, а управления частного. То есть, если моя компания... Надо выбрать такой метод. Вот мы с тобой говорили, дедукция и индукция. Вот можно применить, что если мы смотрим от государственного управления вниз до человека, до там, любого, да? То тогда мы применяем дедуктивный метод. От общего к частному, да? От больших величин к малым. Либо мы говорим вот от маленького, от маленького примера, и дальше, дальше, дальше ведем. Понимаешь, что здесь надо... Может быть, и так, и так надо просуждать. Нет, мне тоже нравится это. Допустим, тренер по карате, да, как он говорит. Вот соревнования, да, Кокушин. В голову нельзя руками бить. И они поэтому... Ногой умножим. Да, в грудах долго, да. Но, если они встречаются с рукопашником, у них нет такой установки в голову не бить. Тогда вот, ну, человек, и один хороший, и другой хороший. Но встречаются, да, у того установка стоит нельзя, ну, по правилу. Ну, соревнования такое. А у того стоит нужно, нужно. И тогда... У кого нужно рукопашника? Ну, рукопашника, у них же разрешено в голову бить. Да, 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 и тогда, получается, дисбаланс. Мы с тобой, когда с парень, помню, сделали, да, вот, допустим, если я привык к тому, что на ноги болевые не делать, да, а ты нет. Но мы не договорились изначально, ты распрыгнул меня наружку. А ты даже там и не думал про эту ногу, а ты увидел, о, ее же можно есть, а что это, Роман? Ну, я был готов, чтобы она начнешь душить меня. Да, да, нет. Мы не о том, что душить. А ты, кажется, такую фразу... Что-то вот ты прогнал что-то? Не, фразу сказал, что... А степень... Я так... Степень наглости учителя, такую еще фразу, ну, помягче. Степень дозволенности учителя. Ну, как ты это доверие будешь эксплуатировать, да? Которую тебе выдали, да? То есть, я, допустим, мне, как учителю выдали доверие, что я буду учить кого-то, да? А я начинаю... А ты косячи. Использовать это доверие, и опять возвращаемся в корыстных своих целях, да? И ученик не может распознать это, может быть... Про жулик-коворот-то опять хочу сказать? Да нет, не про это. Ну, это можно как угодно называть. Жулик-вор или так далее. Я имею в виду... Дал Лёв Тон. Я прихожу к тебе, или я вижу в тебе учителя, я вижу в тебе человека, который может научить, наставить, управлять мной, вести меня, да? На уровне секции, на уровне спортивного общества, на уровне города, на уровне государства, да? Это все одно. Учитель-управленец, то есть, что-то управляет. По сути, учителя тоже управленец, да? Да. Наставник тоже управленец, он ведет. Значит, я доверяюсь тебе, но ты начинаешь использовать мое к тебе доверие совершенно других. Но дальше, как говоришь, я могу взять и уйти, да? Уйти. Но, это опять, если я верю в себе уже силу, а если я вижу, что я слаб, понимаешь, как уйти, Влад? Вот ты же попадал в эту ситуацию, трудно уйти, правильно, когда ты уже так доверился? Это привычка. Ты же доверился уже привычке ему? Это привычка. Ты доверился человеку? Да нет. И ты стал возникать, у тебя начались трудно. Нет, нет, есть привычка, есть зависимость, скажем так, есть потребность, то есть, ну, если так вот, понедельный аппарат, как мы с тобой опять к предыдущей встрече возвращаемся, понедельный аппарат сформирован, тогда все могут говорить. А если, как я сказал, правила не обозначены, а каждый по своим там играет, понимаешь, если ты, допустим, шулером совишься играть, шансов выиграть у тебя нету, потому что априори ты играешь по правилам, а человек нет. Понимаешь о чем? Поэтому, как учитель играет ли по правилам, а учитель может сказать, а я поменял правила, а ученик, а когда это случилось? Да, вот, ты просто не знал. Ты просто выходил, дрова подкинул. Да, и здорово, и ты постоянно будешь, ну, как бы, догоняющийся стороной. Для этого, ну, есть защитные механизмы, мне вот у Лапковского нравится там. Какой защитный механизм? Если двое вступают в отношения, да, если тебе что-то не нравится, ты должен сказать, что это тебе не нравится, потому что мы телепатическими не обладаем способностями. Вот, но, они, а спрашивают, а вот я ему говорил, 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 а он меня не понимает. А он говорит, а здесь вступает второе правило, говорить нужно только один раз. И тогда ты или прекращаешь это, но, если ты этого не делаешь, то получается зависимость, или привычка, или потребность. Но, если тебе что-то не нравится, ты говоришь, мне вот это не нравится, да, человек не меняется, и ты второй раз уже не говоришь. И тогда другой человек знает, что за словами будут действия. А если просто болтология там, то, ну, и говори там себе. Все. И тогда уже, как бы, все больше и больше переплетается, что-то больше вложено, и больше. И тогда разрыв происходит болезненно, потому что диффузия произошла там между чем-то и чем-то, там, партнерами, как. С другой стороны, как, ты тоже сталкивался, как, ну, бизнес, допустим, партнер. А почему вольно-наемные рабочие не работают так, как собственник? Потому что они не считают это своим. Так и тут. Почему одни ученики работают, как бы, на износ, там, на износ, для достижения цели, допустим, там, чемпионской, ну, это же и тренеру, там, плюс. А другие не работают на износ. А почему? Да потому. Потому что степень вовлеченности. У нас же встроенная функция есть, ты понимаешь, тепло ли тебе, холодно, нравится, не нравится. А люди, вот, отдурманиваются, там, напитками, тогда они не понимают, они бегут от действительности, потому что она, допустим, причинает им боль, да. И они вот это принимают, там, допустим, средства, чтобы от этой боли избавиться. А другие, допустим, принимают средства, чтобы исследовать, как у них мозг будет, там, реагировать. И вопрос уже звучит, одни и те же действия несут совершенно разный смысл, ну, как ножик, он и лекарство, и он и орудие убийства. Вопрос, как он применяется, там, допустим. Те же лекарства, это тот же яд, только в объемах зависит. В одном случае лечит, в другом случае убивает. Чувствуется у нас зрело третье посещение. Фу, я выдал, да? Да. Говори только один раз. Не пошли, тогда я вас. Тогда я сам пошел. Возможно, мы вернемся. Возможно, мы вернемся к нашему. Не, мы послушаем, мы вернемся. Да.